В обеденный перерыв у самого сухого местечка затопленной автодороги Шума и Жзаокская-Коростово многолюдно. Весенний разлив отрезал эти села от большой земли и теперь роль автобуса выполняет ПТСМ – гусеничный плавающий транспортер. Теперь для всех местных жителей этот водный квест – ежедневное приключение. Здесь, кстати, действительно почти как в автобусе. Даже поручни есть. Каждый день на работу ездим. Очень здорово прокатиться на амфибии. Сперва на автобусе, потом на амфибии, а сейчас поедем на КамАЗе еще. Здесь 14 километров, а едем полтора часа. Время тратим много, да. По левому горту внимание привлекает местечковая амфибия. Это как в заповеднике увидеть проплывающего мимо лося. Ну а что, танки, как известно, грязи не боятся, поэтому самые отважные, ну или нетерпеливые. Разлив пересекают на свой страх и риск. На тракторах. Впрочем, желающих рискнуть в таких частных поездках немного. А вот вместительность уже рейсового транспортера по паспорту 70 человек. Под вечер может быть и больше, но ехать-то все равно надо. Пусть в тесноте, да не в обиде. Вообще по графику автобуса мы ездим. Ну, сегодня утром мы рейсами делали, потому что было очень много людей. Утренний рейс. Сейчас обедничный, видите, мы себе вылезли в один ПТС. Вечером не знаю, что будем рейсов делать. Следующий этап – поездка в грузовике. А там уже и до дома рукой подать. А ПТС-М уходит в новый рейс. Его грузоподъемность, кстати, на воде 10 тонн при перевозках по суше – 5. Так что в случае чего этим же танкам в отрезанные села доставляют провизию и медикаменты. В таком режиме местным курсировать в город и обратно, похоже, придется еще долго. Месяц, как минимум.